всем привет с вами ford и сегодня мы продолжаем обзор и тест драйв автомобилей в игре city car driving и на этот раз у нас прям жемчужина советского автопрома жемчужина по-другому и назвать ее не могу а именно москвич 412 вот так у нас выглядит автомобиль сама машинка по себе по себе достаточно симпатичная также сам мод очень даже качественный вам скажу давайте посмотрим что у нас внутри тоже все чудесенько если вы заметили мы сегодня выезжаем пораньше с трючка туман у нас такой на улице прям бери и типа за гриба за грибами как-то так ладненько пристегнулись завелись сняли с ручничка поехали у нас этот автомобиль выпускался с 67 по 77 это на заводе озолка а на заводе ишь он пропускался с 67 по 2001 вдумайтесь по 2001 год это сколько автомобиль простоял на конвейере мне даже сосчитать сложно в том всем что покупатели на него всегда были даже у моих соседей был такой автомобиль у меня к сожалению не было вот то есть машина достаточно популярная что касается технических характеристик то у нас здесь двигатель 1 и 5 мощностью 75 лошадей максимальная скорость 145 километров в час и заявлено производителем разгон до сотни за 19 секунд ну честно говоря то ли мод такой то ли я не знаю но свет кстати не включил то ли я не знаю но как-то по почувствительности он побыстрее будет ехать чем за 13 секунд давайте даже наверное сразу и замеряем разгон посмотрим что он может и так аж страшно ним разгоняться все таки как не как реаритетный аппарат он нормально так на 1 не он явно быстрее чем 19 секунд так третье у нас давай 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 чик 13 9 грубо говоря 14 секунд это на 5 секунд быстрее чем завод заявил и знаете как бы возможно да возможно это мод но тем не менее по характеристикам машина достаточно легкая одну для своего класса мощность у нее 75 лошадей поэтому 14 секунд это вполне реально быстро конечно ноги принципе в принципе при большом желании это честно честно говорю реально машина конечно же ж мягкая такая валкая скорее всего что здесь рессорная подвеска потому что особо других тогда не было на москвичах вот были на вас 21 01 пружинная подвеска но это уже другая история и здравия уже делал кому интересно можете зайти посмотреть так прикольно в принципе суточка ехать машин практически нету тишина у нас кстати четырехступенчатая коробка передач что мало для данного автомобиля потому что я сейчас еду на четвертой передаче машина уже гудит разрывается то есть и конечно не помешало бы и 5 передачи но к сожалению в то время а это было давно 5 ступок на автомобилях особенно советских не было на заграничных конечно же были но нам на советских не было но мне конечно поражает то как он разгоняется очень и очень быстро честно то есть ехать на нем нормально и дальнюю поездку какую-то тоже на не можно поехать особенно его любили дачники данный автомобиль на дачу так вообще красота смотрите мы даже можем кого-то обогнать но рисковать не будем тормоза конечно простенькие быстро блокируется хотя как для данной машины достаточно неплохие так мы обгоним эту машину или нет давай 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 на четвертый идем югу есть мы сделали мерсом мы сделали целеса это ж вообще круть тормаживаемся у нас небольшой горбик блин честно такая погода на улице я еще и тест-драйв и в реальном время снимая с утра так спать хочется прикольно умиротворяясь скажем так давайте заедем конечно же на просел на проселочную дорогу посмотрим как он едет по пересеченной местности все таки как никак автомобиль дачный но по крайней мере последнее время стал нормально едет понятное дело что он нигде не щиркает не трет потому что клиренс очень большой вообще советских автомобилях делали автомобили повыше даже вот когда копейку вас 2101 переделали с фиата вот понятное дело что клиренс подняли потому что для российских для советских дорог низкий клиренс это негативно сказывается на на вождение на управляемость и потому что яма на яме вы сами знаете поэтому не совсем удобно ехать на данной машине машине если бы был клиренс пониже также хочу вставить как обычно небольшую рекламу кому понравился тест-драйв кому понравилась игра всегда можете поддержать проект порадовать себя перейти по ссылке в описании скачать и купить игру сложности там никакой нету потому что многие мне пишут о как же ее купить расскажи с ними видео зачем вы просто скачиваете игру расплачивайтесь карточкой не все там никаких сложностей если вы хоть немножко понимаете в этом всем деле вы без осложнений купить и если не понимаете то вам наверное и рано как бы водить автомобиль скажем так потому что симулятор достаточно серьезный если вы не можете купить игру то наверное вы не можете управлять мне так кажется так а мы тем временем на четвертой передаче вот давайте включим дальний свет хотя не не надо все равно с него толком не очень много 100 километров час но до 100 машина очень быстро так бодренько разгоняется вам скажу реально такая она веселая двигатель тега вид самых низом нормально так подхватывает кстати честно говоря я не понимаю за счет чего потому что все таки он 1 5 и мощности 75 лошадей это не так уж и много но тем не менее снизу вот мы сейчас едем вот смотрите мы едем на 4 передачи на 4 80 километров час госпол об и мы чувствуем подрыв смотрите реально машина разгоняется уже 100 километров час нужно немножко притормозить а то что там и психанули вот думаю заехать сейчас в горную местность или нет нет давайте все таки не будем мучить машинку горы все таки не больше для для тест-драйва внедорожников поэтому заезжать мы туда не будем едем на 3 передачи всегда можем обогнать смотрите ох тыж ох тыж слышишь пацанчик ты же видишь что я пошел на обгон вы видели что происходит сити кар драйвинге вот упыри смотрите как пошел на шевроле на круг на крузаке конечно он же не может позволить его обогнал какой-то москвич понятно даже сити кар драйвинге гонят не понимаю что к чему но ничего мы от него не отстаём и держимся под ручком он где-то порядка ста километров в час идет мы все равно я сейчас обгоним пускай мы немножко нарушим пускай мы обгоним их ох 120 километров в час мы уже это уже достаточно быстро для данной машины нужно оттормаживаться не 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 уже после 100 начинает машинку ух тыж чуть не не въехали постоянно забыл забывая за этот перевал машинку уже начинает бросать поэтому крейсерская скорость у нее скорее всего что порядка 60 80 километров в час и не больше ну валкая машина она не рассчитана на скорость особенно на ту которая после 100 сейчас мы потихоньку спустимся вниз едем за векторой не спеша даже если бы у нас не было этой вектор из-за которой при тормаже все равно дорога не сильно позволяет разгоняться так сейчас попробуем сделать обгон очередной давай 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 встречка пропустишь ничего тебе не станет автобус реально нормальная такая машина честно я ожидал что она будет помедленнее но в поворотах конечно сложно машину носит так мы по бездорожью у нас все равно клиренс позволяет мы по обочине обгоним итак у нас 4 давай давай сейчас немножко на ней дадим скажем так тяжело и тяжело достану еще так бодренько дальше смотрите послушайте это 120 километров в час 4 . как она орет 130 кстати заявленная 145 может подъем рекорд 140 145 145 нет нет сейчас будет дтп держитесь не нормально и смотрите даже занесло видите в поворот она вообще никак не входит плюс здесь такие стоят на скорее всего что они скорее всего стоят родная резина она очень такая знаете узкая такая непродуманная там такой протектор еще специфически я думаю многие из вас помнят какой там рисунок на шинах и машина но реально не для скорости это те только что мне очень сильно повезло что я него не въехал никуда и все обошлось так камаз да 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 правильно пропускает а что ты под левой полосе едешь так оттормаживаемся тормозить боюсь нажимать резко видите потому что ну реально машину сносит тормоза тормоза ну тут еще может быть прикол даже не в тормозах а в том что опять же таки повторюсь резина такая не ахти но как-то как-то так под гору она так на тяжечку идет ну идет и на том спасибо так ладненько ребята на сегодня все заканчиваем этот тест драйв машина мне честно понравилась как говорится старенькая но удаленькая вам спасибо за внимание ставим лайки дизлайки всем всего хорошего и пока спасибо